Всем привет! Вы на канале Найс Брик. Сегодня у нас Лего Сити 2016 года Вэнд Энд Карван под артиклом 601.17. Набор состоит из 250 деталей. На коробке изображен автомобиль с прицепом, мужчина и женщина и собака. На боковой стороне изображена мини фигурка один к одному, а также картинка с двумя мини фигурками, собакой и барбекю. Сзади изображен небольшой сюжет. Нарисовано, как открыть стенку фургона и что набор упакован в трех пакетиках. Откроем коробку и проверим. Первый пакетик, второй пакетик и третий пакетик, а также две инструкции. Первая инструкция на синюю машину, вторая инструкция на фургон. На последних страницах второй инструкции мы можем увидеть картинку пожарной серии Лего Сити, состоящей из шести наборов. С обратной стороны инструкции изображена Лего Сити Полиция, состоящая из пяти наборов. Еще в коробке были наклейки, пять штук. Теперь приступим к сборке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Набор собран. Теперь посмотрим ее со всех сторон. Начнем, как всегда, с мини-фигурок. Начнем с женщины. У нее короткая стрижка, и она ей явно идет. Она одета в голубую майку или топик с красным кантиком. Сверху надета зеленая куртка с поясом. На шее висит какой-то кулончик. На ногах у нее бежевые штаны. Сзади мы видим пояс куртки. В руках она держит косточку. Угощение для своего друга в собачке. Теперь посмотрим на фигурку мужчины. Это, скорее всего, муж женщины, который мы уже посмотрели. Он одет в синюю рубашку, в красную клеточку и в серые штаны. У семейной пары есть верный друг – собака. Внешне похожа на овчарку. На морде у нее черное пятно. И, скорее всего, это еще щенок. Семейная пара много путешествует и всегда берет с собой мангал, на котором жарит сосиски. Для длительных путешествий у семейной пары есть вместительный автомобиль и дом на колесах. Внешне синий автомобиль похож на мини-мен. На бампере мы видим номер автомобиля, а на капоте надпись «Сити». И это обе наклейки. Сзади есть также наклейка с номером, а для транспортировки прицепа есть тягово-цепное устройство. У машины открываются дверки, а также регулируются зеркала. Чтобы удобнее было сажать мини-фигурку, у нас снимается крыша. Чтобы посадить вторую мини-фигурку, мы снимаем вторую часть крыши и также можем убрать вещи в багажник. На месте водителя мы видим черный руль и приборную панель, спидометр и тахометр, а также белое сидение водителя. За сидением водителя находится место пассажира и багажник. В багажник мы можем положить мангал, посадить собаку, а на пассажирское место женщину. На место пассажира сажаем мужчину и закрываем крышу. Теперь они готовы к путешествию. А чтобы путешествие было комфортным, у них есть дом на колесах. Дом на колесах у нас белого цвета, с зеленой полоской и с наклейками по бокам, на которых изображен лес. Спереди находится панорамное окно и сцепное устройство. По бокам прицеп имеет большие окна. Сзади есть двухстворчатое окно и наклейка с номером. Мы можем убрать эту деталь, открыть стенку домика и посмотреть внутренний интерьер. Внутри есть большая красная кровать и сидение с красной спинкой. Рядом стоит столик, кулер и две кружки, желтые и красные. Пока мужчина отдыхает, женщина села за руль автомобиля. Прикроем ему стенку, чтобы не мешать. А теперь прицепим в дом и отправимся в путешествие. У семейной пары время отдыха, а у нас время подведения итогов. Интересный набор. Внешне напоминает дома на колесах 2009 и 2009. 2014 года. Только этот выполнен в виде прицепа. Также хотим обратить внимание на мини-фигурки, а точнее на женщину. Торсик, как у нее, встречается нам впервые. Одежда, как у мужчины, уже встречалась ранее. Несомненный плюс этого набора, конечно же, собака. В целом набор хорош. Нам он очень понравился. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и выкладывать свои самоделки. Если вам понравился наш обзор, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. С вами были Жека и Смешилка. До скорых встреч!